Друзья, добрый вечер! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Друзья, я являюсь журналистом. У меня действительно сегодня очень хорошее настроение. Меня обрадовали мои подписчики, меня обрадовали наши соседи, те, которые являются мамами. Меня обрадовала наша подруга-соседка, которая является преподавательницей в лицее. То есть она работает уже с большими детками. Меня обрадовал мой сын. Почему? Друзья, вы не поверите, ученики, учащиеся Италии, это школьники. Ну, естественно, это подростки в первую очередь, и те, которые постарше. Студенты самостоятельно стали отказываться от сезонных прививок. 80% отказов. Друзья, я вас очень прошу, пожалуйста, пишите комментарии. Вот мне интересно провести такую статистику именно по Италии. Значит, мне написала сегодня одна моя подписчица, по-моему, она проживает на севере Италии, что ребенок пошел в школу, и, ну, сейчас уже несколько дней прошло, поэтому стали говорить вот о сезонных прививках. Мы говорим с вами про обычный грипп, которым людям, ну, болеют каждый год. В прошлом году, это мне сказала моя подписчица, были согласны 80% и 20% были против. В этом году все поменялось. Более того, ребята, некоторые, стали обвинять еще своих родителей. Говорили, нам родители не те советы дают. То есть, скорее всего, что ребята все лето просидели, и не просто так, ну что, ребенок, он что ли перед зомбоящиком сидеть будет, на этих ненормальных ведущих смотреть, на их фейк-ньюс. Нет, они сидели в интернете, и они обменивались статьями. Поэтому дети сказали, мы не хотим, а мы не знаем, что в них. И, как мне сказала моя подписчица, там эта училка, осисяй, осисяй, ну, может, она, конечно, и хорошая, она не знает, что делать, она с ума сходит. Вот, я уже прокололась, и вы должны, иначе вы все умрете. Такая была сказана фраза. Я еще в этот момент подумала, ну, может, она в злобе была. Все знают, в злобе я страшна. Ничего подобного. Я сегодня же созвонилась с родителями из нашего города, поговорила с ними, все то же самое. То есть у них сейчас просто-напросто в школах началась вот эта самая сезонная программа по прививкам. И у нас все то же самое. И мне наши соседи сказали, что дети не хотят, что дети у нас, в нашем, я понимаю, что у нас маленький город, 7 тысяч человек, что когда им стали говорить, вот, надо делать укол, они, оказывается, молчали-молчали, но очень многие все лето действительно читали. И они не хотят, дети сами не хотят этого запугали, да. Ну, в общем, я очень рада этому. Наша подруга, которая является преподавателем, и она не просто обычный рядовой преподаватель, у нее, в общем-то, должность в школе достаточно значимая. Она сказала, там действительно преподаватели не знают, за что хвататься, потому что и у нее, и вот где у нее классное руководство, то есть ребята категорически сказали нет. Ну, вот наша подруга, она не из тех людей, которые будут очень сильно прогибать, за что ее дети и любят, подростки любят. Но она работает с такими от 14 до 19 лет, поскольку это уже лицей, потому что она всегда считалась с мнением ребят, всегда к мнению относилась очень уважительно, поэтому она должна давать эти бумажки, памятки по поводу вот этих вот прививок. Но в любом случае, она говорит, я прогибать не буду, но вообще это план. То есть это план, который пришел из Министерства здравоохранения Италии, причем надо сказать, что план достаточно агрессивный, и многие преподаватели не знают, что делать, потому что они даже близко не выполняют этот план, и таким образом, что какие-то санкции могут быть со стороны министерства. Ну, мы этого еще не знаем, но вполне возможно, что и премии будут лишать, и так далее. Помните, как в советские времена, когда ты начинал учиться в восьмом классе, и там дальше дилемма стояла, да, либо ты идешь в девятый класс, либо тебя отправляют в профессионально-техническое училище. И многие вот классные руководители, они оставляли ребят на дополнительное время после занятий, и шла вот эта вот самая агитация в профессионально-технические училища. Они всех абсолютно агитировали. Вот, и сейчас то же самое, но сейчас, видите, они из-за прививки. Но я хочу рассказать то, что мне сегодня, чем со мной поделился мой сын. У моего сына уже начались занятия, третий курс, университет. Ну, у него характер такой достаточно закрытый, поэтому его надо спрашивать, его надо теребить, чтобы он рассказал. Говорит, да, первый день пришли на лекции, но, естественно, я интересуюсь, как они теперь сидят. Но они сидят через одного. Драконят в университете, не драконят абсолютно. То есть занятия, слава тебе, Господи, они идут в нормальном формате. Причем не только в его университете. Так я у многих моих коллег поинтересовалась. Слава тебе, Господи. В общем-то, университеты не трогают. Вот, значит, все вот эти намордники у них там приспущены. Естественно, и во время занятий там где-то на подбородке. Ладно, бог с ним. Главное, чтобы они в них не дышали. Ну вот, и когда у них там переменки и так далее. Ну, переменки там уже многие выходят на улицу погулять. Поэтому нет, больших ты не прогнешь ни за что. Но он мне рассказал, что приехала тетка. Приехала тетка из Министерства здравоохранения. А у них в группе с моим сыном учится один парень. Наглый, очень наглый. Очень, говорит, остроумный, но очень наглый. Сын там какого-то известного римского адвоката. Ну что, ну хорошо, раз наглый, значит, сам тоже станет хорошим адвокатом. Чего, в общем-то, я ему и желаю. Он, говорит, ничего не боится. Вот там папа, видимо, обо всем договорился. Его учится он. Ну, неплохо учится. Но все, что думает, то и говорит. И вот приехала когда эта тетка. И, значит, встречаться с группами. Вот точно так же, вот топить за вот эту прививку против сезонного гриппа. Но уже такая подготовка, вот что рано или поздно обязательно надо будет всем сделать вот ту самую. О которой теперь все говорят, да. Там Астра-Дзенека нам готовят с Оксфордским университетом. Вот. И, значит, она стала вот эту лекцию читать. А этот парень говорит, сделайте себе, пожалуйста. Я вам свое отдам, потому что я знаю, что это ужасно вредно. Мы не знаем, что там внутри. Нет, это было пробировано. Ну и он говорит, ну хорошо, говорит, Бога ради. Такая хорошая вещь. Я вот, джентльмен, я вам отдам. Я вам как даме уступаю свою порцию. Пожалуйста, сделайте себе дополнительное мою. Раз вам так нравится, ну зачем экономить, сделайте себе две. Вот. Ну и так, естественно, там молодежь стала это дело подхватывать. Вы знаете, вот эта самая фраза, вы умрете. А дело в том, что вот мне мамы из нашего города сказали то же самое, что они стали пользоваться вот таким термином, вы умрете. То есть раньше такого даже близко не было. Вы знаете, если преподаватель говорит такую вещь, то есть ты можешь вообще там пойти, пожаловаться, и потом будет комитет по этике, просто так спуску не давали. Ну что вы, это угроза. А теперь, оказывается, есть распоряжение на уровне министерства здравоохранения, что, оказывается, это теперь не санкционируется никаким образом. Ну вот, и это, значит, тетка им сказала, им, дяденькам, 22 года, будущие юристы. Она им сказала, вы все обязательно умрете. И тут этого парня понесло. Я, конечно, друзья, я не разделяю такую версию. В общем, он с ней перешел на ты. Он ее там по-всякому обозвал. Мой сын говорит, я не буду говорить, как он ее обозвал. И вообще, говорит, почему Спиранци сюда не приехал. Спиранци закончил этот вуз. Мы ему письмо писали. Если вы давно следите за моим каналом, я вам рассказывала, что студенты писали письмо Спиранци с преподавателем, со стареньким профессором, который обучал Спиранцу, министра здравоохранения Италии, который не врач, который юрист. И он так и не ответил. А тут эта тетенька от него приехала с такими еще предложениями умереть. И он, значит, говорит, если бы он сюда приехал, то я бы ему там то-то, 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 то-то. Тетенька ей прямо худо. Все, говорит, молодой человек, я с вами разговаривать не буду. Вы хам, значит, вашу фамилию назовите. Вот я там на вас деканат пожалуюсь туда, пожалуйста. А как на него пожалуешься, когда он папенькин сынок, когда там папа обо всем договорился. Вот, и стала раздавать брошюры. И подходит к моему сыну. У меня сын, понятно, что он этого делать не будет, но он скромный, он так никогда не ответит. Протягивает ему эту брошюру. А вы не знаете, кто его мама? Говорит. Кто его мама? Вот она дружит с Монтанари и с Баку. Вот благодаря его маме... Ну, он сказал русские, но имеется в виду все, скажем так, русскоязычные. Потому что нет такого понятия. Все русские. То есть имеется в виду все мы, кто говорим по-русски. Знают, кто такие Монтанари и Баку. Она, говорит, все летом этим занималась. Чтобы все русские, русскоязычные, узнали, кто такие Монтанари и Баку. Она, говорит, с ними дружит. А вы ему предлагаете это сделать. Она поворачивается. Да, говорит, это правда. Он, говорит, правда. Говорит, а то неправда. Я с вами могу видеороликами его мамы поделиться. Ну, я не знаю. Я не знаю. Мы будем, конечно, принимать какие-то меры. Она сказала. Вот, поэтому я хочу сказать, что что касается группы моего сына, там на 100% ребята сказали нет. То есть они отказались даже от обычных, от сезонных. А в прошлом году, в прошлом году, я не знаю, делал там кто-то. Мы никогда не делали. Никогда. Никогда. В нашей семье мы этого не делали. Не болели ни разу никто. Вот, друзья. Поэтому вот такие у нас изменения стали происходить. Ну, я очень прошу, пожалуйста, мои подписчики, Италия, задавайте вопрос своим детям, кто пошел в школу. Идет ли такое давление со стороны преподавателей? Как реагируют ребята? Что ребята говорят в первую очередь? Даже не родители, а что говорят ребята? Будет очень-очень и очень интересно. Оказывается, ребята-то они умнее нас. Они, оказывается, все лето сидели и копались в интернете, и обменивались статьями. Что же происходит? Поэтому вопрос, который ребята, подростки, берите пример с ребят 14-15 лет, но тем более, потому что мы не знаем, что в них внутри находится. Где-то прочитали, где-то услышали. Друзья, это прекрасная новость. Я вас очень люблю. Спасибо большое, что смотрите. И увидимся завтра. Спасибо.